Несмотря на холод, около дома по улице Бестужева 40 многолюдно. Здесь жители пострадавшего микрорайона и те, кто решили их поддержать, а также архитекторы, общественники и депутаты. Все они против строительства нового супермаркета на месте придомового сквера. Ведь еще недавно тут были деревья, которые пенсионеры, живущие на улице Бестужева, когда-то садили сами. Жители считают, что, скорее всего, здесь фальсификация какая-то, подлог или какое-то мошенничество по поводу оформления этих документов или каких-то документов на вырубку, допустим. Мы просим прокуратуру края пересмотреть этот момент и провести тщательное, собственно, их расследование. Зачинщик стройки на месте сквера и, соответственно, вырубки деревьев – депутат Дмитрий Сулеев. Сегодня его тоже пригласили на собрание или, лучше сказать, на очную ставку. Жильцы хотели лично получить ответы на наболевшие вопросы. Однако хозяина будущей торговой лавки среди собравшихся видно не было. Я сегодня разговаривал с Дмитрием Сулеевым. Он сказал, что он сегодня не сможет здесь. Забор вокруг сквера установили ночью 8 декабря, а как только рассвело, начали пилить деревья. Их уже не вернуть, но жители не готовы опускать руки и хотят защитить хотя бы оставшийся участок от депутатского супермаркета. А потом, собственноручно, восстановить свой сквер. А куда дети ходить будут гулять? У меня ребенок инвалид вообще большой. Вот кто вот это вот сделал и деревья вырубил, я бы им руки по самой плече отрубила. Вот нет моего права. Незаконно ночью прямо поставили. Это явно признаки отсутствия законности. Жители улицы Бестужева решили добиваться возвращения придомовой территории любыми способами. Они подписали две петиции. Первую передадут местным властям. Вторую активная защитница сквера вызвалась отвезти прямо в Москву в приемную одной из партий. Мы подписываем письмо в партию «Единая Россия», чтобы рассмотреть деятельность депутата. На сегодняшний день в прокуратуру Приморского края уже подали заявление с просьбой проверить законность постройки. Однако сейчас некоторые депутаты говорят, что никаких нарушений в ней нет. И застройщик действует по закону. Но все равно предложили жителям микрорайона собрать все заинтересованные стороны за одним столом и прояснить дело до конца. Мы проведем круглый стол в Думе города Владивостока. Пригласим за стол переговоров всех заинтересованных лиц, представителей застройщика, представителей контролирующих органов. Выслушаем каждое мнение. Дмитрий Пенять заверил, что если в ходе этого круглого стола у кого-либо возникнут сомнения в законности тех или иных документов, он сам обратится в правоохранительные органы, чтобы те провели дополнительное расследование. К слову, весной подобная ситуация произошла со сквером Игнатьева на Первой речке. И до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Деревьев нет, забор стоит, а что будет дальше, непонятно. Удастся ли жителям домов по улице Бестужева отстоять свою территорию, также пока неизвестно. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.